В Республике Татарстан уже 20 лет успешно реализуется стратегия противодействия негативным социальным явлениям. Это вовлечение максимального количества детей, подростков и молодых людей Татарстана в активную творческую жизнь. Этим и занимается большой фестиваль созвездия Елдозлак. У каждого свое мышление, становление, понимание этого мира. То есть это люди, педагоги, которые работают с людьми, которые в будущем станут взрослыми, которым они открывают мир, показывают мир. И, конечно, когда ты причастен к воспитанию будущего, будущего этой страны, будущего этого мира, это как сюда не бежать. Хочется бежать, хочется быть к этому причастным. Движение с каждым годом приобретает новые знакомства, увеличивается масштаб. Для участия в конкурсе были отобраны 6 тысяч конкурсантов из 22 тысяч заявок. Самые талантливые дети со всей республики продемонстрируют свои выдающиеся способности в семи номинациях. Отметим, что проект проходит одновременно на двух площадках, в том числе и в арт-резиденции созвездия Елдозлак. Это очень масштабно. Мы принимаем участие во многих конкурсах и фестивалях, но этот конкурс самый масштабный. И мы, когда приезжаем в другой какой-либо город, у нас тут же спрашивают, как у вас прошло созвездие. То есть в других городах, именно в городах России, как раз-таки за пределами республики, об этом конкурсе много знают и он очень ценится. Ежегодно звание заслуженных работников культур, заслуженных артистов, которые благодаря результативности именно фестивальному движению получают педагоги и причастные к фестивальному движению люди. Поэтому, собственно говоря, можно вот все эти достижения разделить на каждый год и каждый год называть по одному из них. За 22 года уже очень много заслуг и, мне кажется, стабильность – это один из признаков мастерства, успешности и состоятельности фестиваля. Отметим, что фестивальное движение «Созвездие Елдозлак» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. Ребятам предстоит побороться за шанс выйти на галоконцерт, который состоится в УНЕКСе 14 апреля и в Пирамиде 22 апреля. Ринат Ахмедянов, Александр Кузнецов, Универньюз.